В майские праздники в Екатеринбургской митрополии по традиции проходит слёт православной молодёжи. Ежегодное весеннее мероприятие объединяет как верующую, так и ещё невоцерковлённую молодёжь со всего Среднего Урала. В этом году поделиться опытом и просто хорошо отдохнуть ребята отправились в Ревду. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. По этим словам из Нового Завета и живёт православная молодёжь Урала. Единство духа в союзе мира. Такой девиз ребята выбрали для нынешнего, уже седьмого слёта православной молодёжи. Вот настала пора, когда молодёжь разных приходов, разных клубов должна думать о том, как объединиться, за счёт чего. В частности, этому посвящён слёт. Как практически объединиться, не просто говорить, что мы все православные. И потому единые. А мы все единые, потому православные. На этом слёте буквально всё в руках молодых людей. Ребята из Координационного Совета сами продумали программу мероприятий и их график. А Отец Александр, руководитель отдела по работе с молодёжью, лишь благословил их на доброе свершение. На этом слёте очень велика роль экспромта и самоорганизации, в отличие от предыдущих. Ну и, в общем-то, новый состав Координационного Совета пробует себя в деле, и это, конечно, тоже накладывает свои отпечатки. Новая команда Координационного Совета внесла в почти традиционную программу слёта свои изменения. Так, если в прошлом году среди молодёжи были популярны различные тренинги и деловые игры, то в этом году упор сделан на беседы и встречи с интересными людьми. Так, на третий день слёта перед ребятами выступает протеерей Илья Шугаев, автор известной в православных кругах книги «Один раз и на всю жизнь». Молодёжи всегда интересно встретиться с профессионалом в какой-то сфере, с человеком, который хорошо говорит, который разбирается в своём деле и может чему-то научить актуальному и нужному для молодёжи. Ну и, конечно, весенний слёт – прекрасная возможность для ребят из разных приходов познакомиться и подружиться между собой. Я познакомился с большим количеством интересных людей, пообщался со священниками, узнал очень много нового интересного. Ну и вообще, такие мероприятия, они очень сплачивают молодёжь, потому что я могу не только поговорить на какие-то духовные темы, но и поиграть вместе. Здесь очень интересно, различные игры, беседы с батюшками, очень интересные люди здесь. Ну, здорово.